Музыка Можно долго рассуждать о том, насколько хороши или плохи наши автомобили, но статистика говорит о том, что Lada была и остается лидером продаж. Именно поэтому главный герой нашей сегодняшней программы – Lada Priora. Этот автомобиль 2010 года выпуска с совсем маленьким пробегом 13 тысяч километров. У него двигатель 1.6, 16-клапанный, 98 лошадиных сил. А эта машина с самым простым 8-клапанным двигателем того же объема 1.6, но вот лошади здесь уже 81, а пробег 41 тысяча километров. Так стоит ли покупать поддержанную Lada Priora? Или лучше предпочесть иномарку, но более старую? На этот вопрос мы и постараемся ответить в нашей программе. Выпуск серийных образцов всем известного флагмана АвтоВАЗа начался в 2007 году, хотя прототип был представлен еще в 2003. Сначала появился седан, а за ним и хэтчбек, универсал и даже купе. Сменяя 10-е семейство Lada, эта модель приобрела около тысячи изменений, которые затронули практически все узлы и агрегаты, включая саму технологию изготовления. В 2008 году произошли кузовные доработки по увеличению жесткости и, следовательно, пассивной безопасности автомобиля. Данный момент Lada Priora можно очень часто встретить на дорогах России, особенно в регионах. Исключением, пожалуй, является только Дальний Восток. Самый простой двигатель у Priora – это восьмиклапанный 21114. Его мы можем видеть на этом автомобиле. 114-й мотор очень редко встречается на этой машине. И кроме того, что у него немного недостаточно для нее мощности, ничего плохого о нем сказать нельзя. Если же говорить о силовых агрегатах, которые встречаются часто, то двигатели Priora, в общем-то, достались неплохие. Первый мотор 21124 перекочевал на Priora от десятки. Это 16-клапанный мотор 1.6 90 лошадиных сил. Он имеет достаточно солидный ресурс – 150-200 тысяч километров. А вот второй мотор, как раз как у этой машины, он является наиболее распространенным. По объему он тоже 1.6 и тоже 16-клапанный, а мощность у него уже 98 лошадиных сил. За счет того, что у него облегченная шатунно-поршневая группа фирмы Federal Mogul. По паспорту, как я уже сказала, этот мотор выдает 98 лошадиных сил. Но и мастера в сервисах, и консультанты отделов продаж в салонах «Лады» утверждают, что на самом деле мотор выдает 105 лошадей. Если же говорить коротко, то этот двигатель по сравнению с десяточным выдает не только побольше лошадиных сил, но у него выше крутящий момент, у него больше мощность, он меньше расходует масла, но и, соответственно, у него и побольше ресурсов. На этом моторе и стоит остановиться поподробнее. Существует мнение, что машины помощнее предпочитает молодежь. И далее они эксплуатируют машины соответственно, то есть ездят на них очень резво и вырабатывают ресурс машины слишком быстро. Я с этим до конца согласиться не могу, потому как при недостатке мощности излишне резвые водители начинают подкручивать двигатель. И в итоге это, конечно же, положительно на ресурс не сказывается. К тому же в таких ситуациях сцепление выходит из строя намного быстрее. В основном больные моменты у обоих моторов приблизительно одни и те же. То есть на любом пробеге может отказать любой из датчиков. Другая частая проблема – это выход из строя дроссельной заслонки, от чего начинают гулять обороты. Стоит упомянуть, что вот с этими более мощными моторами 98 лошадиных сил автопроизводитель рекомендует заправляться именно 95-м бензином. И если моторы 21-114 и 21-124 спокойно справляются с 92-м, то вот этот мотор 98 лошадей требует именно 95-го бензина. Иначе у вас может загореться лампочка Check Engine. Кстати, не стоит обольщаться по поводу 200-тысячного запаса ресурса ремня ГРМ. Разбор моторов, которые уже попали на капитальный ремонт до этого пробега, показывают, что причиной встречи клапанов и цилиндров является либо заклинивание опорного или натяжного ролика, либо поломка помпы. Так что нужно внимательно следить именно за ними, а менять ролики хотя бы в два раза чаще, чем предписано регламентом, а также периодически проверять степень натяжения ремня. Бывает, что на ранних сроках жизни отказывается работать клапан термостата, из-за чего советую периодически поглядывать на индикатор температуры двигателя. Механическая коробка передач досталась приори от десятки. Единственное, что здесь был усилен вторичный вал, чтобы более мощный мотор не убивал коробку раньше времени. Если честно, на коробку нарекания есть. Она начинает досаждать пользователям с самых первых километров эксплуатации автомобиля, требует постоянной доработки и регулировки. В приору устанавливается усиленное сцепление, но проблема тарахтящего выжимного подшипника на холостых оборотах никуда не исчезла. В остальном к коробке никаких претензий нет. Но, правда, разве что по надежности, но не по комфорту. А вот по комфорту из коробки при движении постоянно раздается шум, который пропадает при выжиме сцепления. Завод-производитель этот шум поломкой не признает и по гарантии не устраняет, так что нам остается только смириться. Меняйте каждые 75 тысяч масла и лучше на более качественное, чем родное. И даже самые редкие проблемы с коробкой обойдут вас стороной. Про подвески наших автомобилей владельцы иномарок любят рассказывать байки о том, что на ходу выпадают болты, клинят колеса и вообще случаются немало неприятностей. Возможно, ранее эти слухи отчасти были обоснованы. Но сейчас можно сказать совершенно однозначно, что подвеска стала лучше. Впереди амортизационные стойки МакПерсон, сзади поперечная балка. Измененные настройки амортизаторов, новые пружины, усиленные передней и добавленные в конструкцию задние стабилизаторы, сделали ходовую часть Приора жестче и вместе с тем надежнее. Первые вложения, скорее всего, потребуются к 50-60 тысячам километров, а под замену попросятся рулевые наконечники и подшипники ступиц. Еще через 20-30 тысяч нужно будет заменить опорные подшипники стоек и шаровые опоры. Сами стойки, как и шрусы, оказались достаточно выносливыми, если, конечно, исключить фактор брака, который у российских автомобилей присутствует. А вот родные колодки, которые устанавливаются на заводе, лучше сразу сменить. Они хоть и ходят по 50 тысяч километров, но стремительно убивают диски. К тому же имеют свойство очень неприятно шуршать. Обратите внимание на поведение электроусилителя руля. Ранние экземпляры отличились своим неадекватным поведением, отчего можно было неожиданно оказаться в кювете. Рывки и тяжелый руль сигнализируют о возможной неисправности. Зачастую помогает банальная чистка или восстановление контактов. Правда, сейчас электроусилитель руля доработан и функционирует совершенно нормально. Интерьер и экстерьер Lada Priora полностью разрабатывался итальянскими дизайнерами. И, на мой взгляд, по сравнению с предыдущими моделями автоваза, вышло достаточно неплохо. Но это вопрос вкуса. А моя задача рассказать вам об удобстве и практичности. Если сравнивать с классикой и даже с переднеприводными Lada, например, с пятнашкой и с десяткой, Priora вас приятно удивит. В практичности и функциональности салон прибавил. Однако же проблема рослых пассажиров так и не решена. И регулировка передних кресел, на мой взгляд, до сих пор недостаточная. Не избавился интерьера и от посторонних звуков. Ну, во-первых, при езде отчетливо слышно мотор. Если до вас предыдущий хозяин у автомобиля еще не проклеил пластик, то, если вы хотите ездить в относительной тишине, вам придется это сделать. Иначе в салоне будет просто симфонический оркестр. Из звуков, из-под очешника, из-под всех полочек, из-под солнцезащитных козырьков, из-за задней полки. Иногда в приорах владельцам досаждают различные мелочи. Например, в этой машине не очень хорошо закрывается бардачок и почти не двигается водительское кресло. Но владельцы наших автомобилей к таким мелочам привыкли и относятся с пониманием. Нельзя не упомянуть большое количество опций нового оборудования, ранее чувства для продукции Волжского автомобильного завода. Приоры бывают в богатых комплектациях с двумя подушками безопасности, датчиками дождя и света, АБС, четырьмя стеклоподъемниками и кондиционером. Да, электроники теперь предостаточно. Она и ранее не славилась надежностью. А сейчас пройти мимо многочисленных фактов отказа электрооборудования у Приоры не могут даже самые ярые ее поклонники. Первыми обычно выходят из строя электростеклоподъемники, затем нарушают покой водителя вентилятора-топителя. Любые датчики, реле, подсветки, поворотники, лампы головного света, все это может выйти из строя. Устранение любой из вышеперечисленных неисправностей это полнейший пустяк, о котором можно моментально забыть. И причем пустяк это не только в стоимости запчастей, но и в огромном количестве сервисов по нашим автомобилям. Единственное, что в данном случае может здорово раздражать, так это постоянное повторение этих неисправностей. В 2007 году был проведен краш-тест Лада Приора по системе Евро-НСЕП. На первый взгляд автомобиль в общем и целом неплохо его выдержал, хотя на крыше и появилась складка. Обе подушки раскрылись, ноги манекенов оказались не зажаты, внутреннего пространства хватило бы для того, чтобы водитель самостоятельно вышел из машины. Вот только водительская дверь оказалась заблокированной, и ее пришлось открывать при помощи лома. Однако по совокупности параметров Лада Приора получила лишь 10,56 баллов из 16 возможных. А это значит, что автомобиль заработал 3 звезды по Евро-НСЕП. Приоры угоняют. Машина слабо защищена, ее легко угнать, а потом легко продать. Поэтому дополнительные сигнализации, замки на капот и замки на КПП вам не помешают. Они займут дополнительное время у угонщика и вполне могут спасти ваше авто. Отсюда вытекает и другая проблема. При покупке поддержанной Приоры обязательно обратитесь к специалисту, чтобы он проверил, не перебиты ли номерные агрегаты. Лады Приоры первых годов выпуска будут стоить где-то от 180 тысяч рублей. Если же вы хотите купить, например, трехлетнюю машину, то готовьте сумму, близкую 230 тысячам. Так стоит ли покупать поддержанную Приору или предпочесть иномарку постарше? Если ваш бюджет на покупку автомобиля до 200 тысяч рублей, то лучше берите Приору. Конечно, теперь купить пакет запчастей за тысячу рублей на все случаи жизни у вас не получится. Но, тем не менее, обслуживание у наших автомобилей намного дешевле, чем у иномарок, а надежность значительно улучшилась. ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok